Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я только что прочитал такую новость и хочу с вами поделиться. У Даренко от первого брака есть две дочери, Ксения и Катерина. А сейчас он был женат в третий раз на супругу, ее зовут супруга Юлия. Я уверен, что самому Сергею, которого мне довелось, я с ним не то чтобы был знаком лично, но я вживую видел его и разговаривал с ним в свое время когда-то, однажды, один раз. Так вот, я точно знаю, что он бы не был против, чтобы я рассказал об этом. Значит, Даренко хотят похоронить на Тройкуровском кладбище 12 мая. Все дело в том, что сегодня, когда на Тройкуровском кладбище договаривались дочери Ксении и Екатерина и жена Юлия Третья о форматах похорон, у них вышла незастыковка. Почему? Потому что Ксения и Екатерина, дочери, они хотят, чтобы Даренко похоронили, как полагается, по-христиански, в гробу. А Юлия, она хочет кремации, и причем настаивает на этом как-то там очень уж очень остро. И дошло до того, в похоронном бюро Третьяковского кладбища, что вызвали полицию дочери, потому что заявили прямо там, что они считают, что жена Юлия, вот эта, да, она отравила Сергея Даренко. Это из открытых источников, еще раз повторяю. Что жена Юлия, она отравила Сергея Даренко, и, значит, таким образом, кремации пытается замести следы вот этого отравления. Потому что при, значит, вот, чтобы не было похорон, чтобы, так сказать, не сохранились какие-то следы того, что было произведено отравление. Вы знаете, я могу сказать, что всегда очень жаль, и всегда, вы знаете, когда вот в семье есть личность, обычно, когда человек умирает такой, семья сыпется. Потому что, как правило, все родственные связи, они завязаны на этого человека. Так, семья сыпется, и начинаются ссоры из-за наследства. Сколько мы раз слышали ссоры звезд, там, еще кого-то, именно вот я с личностью ходила. Ссоры из-за наследства, ссоры из-за еще чего-то, из-за всего, в буквальном смысле. Но чтобы были ссоры из-за формата похорон, кремировать или хоронить в гробу, да, и чтобы дочери вместе высказали мнение, что Сергея Доренко отравила жена, третья жена Юли, и поэтому она, так скажем, настаивает на кремации, я такого еще не слышал, честно. Я не знаю, да, мне только вот по официальным данным, по вскрытию, да, разрыв аорта, там, это все понятно, вот такой был поставлен диагноз. Ну, а мы знаем все, как, что можно сделать, это не буду я сейчас об этом говорить, распространяться. Но если дочери такое говорят, наверное, у них какие-то основания на это есть. Мне так кажется. Ни в коем случае я не обвиняю, и это не носит обвинительный характер в отношении жены, супруги Сергея. Я исключительно пересказал, даже не давая свое субъективное оценочное мнение, то, что есть в открытых источниках относительно того, что слышали, видели люди, которые находились рядом с дочерьми и супругой. А выводы делать только вам. Пишите свои комменты, ребята, под этим видео. Мне, на самом деле, очень противоречивая личность Сергея, да, я вчера снял видео, вот я только открыл, увидел и тут же снял. У меня был шок. У меня был шок. Потому что всю свою жизнь я слышу фамилию Сергея Доренко. И действительно недавно, я вспомнил, я еще вчера, у меня был настолько шок, что я даже забыл, что интервью Дудя, я действительно смотрел интервью у Дудя. Живой, энергичный, очень вот такой. И на самом деле в журналистике противоречивая фигура. Потому что, да, действительно, и с Березовским в то еще время у них были дела. Потом с Лужковым он, там у них были тоже. То есть, ну, разные были у него периоды жизни, так скажем, да. Но то, что это личность, то, что это человек, действительно личность, не вызывает никаких сомнений. Это точно. Поэтому я выражаю соболезнования всем близким. И все-таки призываю вас к тому, чтобы вы пришли к миру и согласию, понимая. Я тоже потерял отца недавно. И могу сказать, что, знаете, я нашел утешение в мысли о том, что он не был, конечно, всемирно известным журналистом. Но я нашел утешение в том, что такой человек был моим папой. Мне кажется, что ваш папа, мысль, ваша мысль о том, что у вас был такой папа и такой муж. Это вот единственная мысль, которая должна быть у вас в голове. У вас был такой папа и такой муж. Я не думаю, что таких людей через одного на третий. Поэтому мне интересно суждение дочерей о том, что жена отравила его. Мне очень это интересно на самом деле. Почему они так высказались? Потому что, знаете, когда психоэмоциональный фон нестабилен, люди имеют свойство говорить что-то такое, что они бы никогда не сказали. В другом, так скажем, да? Но я еще раз говорю, я никаких выводов не делаю. Я основываюсь только на данных официальных, экспертизы, скрытия. А все остальные выводы делаю только вам. То есть я на откуп вам даю все. Пишите, ребята, свои выводы, что вы думаете по этому поводу. И я не мог не снять из Сергея еще одно видео, потому что вчера было очень скользь, очень быстро, очень муторно. Я даже не попрощался с вами, выключил камеру. Но я был действительно шокирован этим известием. Для меня это противоречивая, еще раз говорю, фигура. Не всегда мне с морально-нравственной точки зрения нравились его поступки. Но то, что это эпоха, глыба, то, что это последний из магикан 90-х журналистов, да? Точно не подстать они все, кто сейчас пропагандисты, которые точно не подстать ему. Это 100%. Всем пока, ребята. До встречи.